Сегодня утром в Черкесске вновь пострадал автомобиль скорой помощи. Авария с участием двух автомобилей, такси и неотложки произошла на пересечении улиц Ставропольской и Набережной. И лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Подробности у Артура Мхце. Глядя на эти кадры, даже не верится, что участники данного дорожно-транспортного происшествия обошлись без серьезных увечий. Нечто подобное в Черкесске уже было неделю назад. Тогда в аварии тоже поучаствовал автомобиль скорой помощи из Карачаевска. И вот новое ДТП уже с медиками из Зиюка. На кадрах системы «Безопасный город» – момент столкновения такси со службой экстренного реагирования. Это видео только подтверждает версии обеих сторон. В данном случае можно в какой-то мере говорить о банальном стечении обстоятельств. Водитель такси выезжал на пересечении улицы Набережной со Ставропольской на зеленый свет. Слева обзор перекрывали остановившиеся в два ряда транспортные средства. Именно оттуда и пришла беда. На зеленый? Да. И дальше? А водитель скоро ехал по встречке. Ну он в мигалке или еще что? В мигалке были, но он очень быстро ехал. Я его даже не видел. Я его когда увидел, только отреагировал, он меня уже ударил. Там за секунду он меня догнал. Карета скорой помощи перевозила тяжело больного пациента в республиканскую больницу. Критическое состояние здоровья человека и небольшой затор на Ставропольской вынудили водителя включить спецсигнал и выехать на встречку. Однако предпринятых мер оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. Но сделали ли обе стороны все возможное, чтобы этого не случилось? Водитель при движении на транспортном средстве, на котором установлены специальные спецсигналы, должен при проезде перекрестка убедиться, что его видят и его пропускают другие транспортные средства. Тогда совершать маневр. Находившегося в автомобиле скорой помощи пациента удалось оперативно перевезти в больницу на другом транспорте экстренной службы. На момент тщательного разбора происшествия тому уже делали операцию. Теперь следствию предстоит установить степень ответственности сторон. В любом случае, каждому водителю стоит помнить о том, что другие участники дорожного движения далеко не всегда действуют в соответствии с нашими представлениями о правилах. Иногда все же стоит убедиться, а не приведет ли маневр на трассе к еще большим проблемам. Артур Махц, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкесия.